здравствуйте друзья сегодня у нас очередной выпуск спорт микс подкаста ну а кто у нас гостях вы узнаете через несколько секунд итак сегодня у нас в гостях мастер спорта советского союза по греко-римской борьбе судья международной категории экстра класса заслуженный тренер кыргызской республики воспитавший таких спортсменов как касселбеку удамирбек канадбек бегалиев арсен аралиев канабек желчебеков и конечно же акжул махмудов это мерамбек ахметов здравствуйте мерамбек все знают твоих учеников но сам ты все время остается в тени давай немного вот сегодня этот пробел устраним пару слов о твоей семье когда где в какой семье ты родился приятно пригласили передачу новая передача о том плане что узнать побольше от наших хороших знаменитых или которые действительно что-то сделали для нашей страны и я бы хотел бы сказать да что да к этому просто так никто не приходит это огромный наверно какие-то препятствия трудности бывают жизни я вырос многодетной семье шестеро было детей и матери отцу было тяжело нас поднимать то время полно она даже работала на нескольких работах чтобы нас прокормить а мы росли друг за друга через разница погодки до полтора-два года максим поэтому были все маленькие я помню как знаете на и прекрасная райончик удерж вот тому родился это смысле в том районе жилья родился в первом роддоме на советской московской до сих пор у нас четыре брата было на четыре брата две сестры из самой младшей было как бы сказать очень интересно но там в то время в советское время все были люди как бы сказать добрые открытые также играли на улице гонялись там догонялки старики разбойник ну такие игры были действительно сейчас не играют в эти игры даже удивляюсь детство было интересное веселое ну таким сказать что совсем было хорошим не скажу но очень трудно и тогда трудно было что у нас был бакшестер и было нам родителям очень тяжело нас поставить на на какой подсчет тут мерами был я был золотой в серединке четвертые братья потом после меня только сестренка была и старше сестра для ху ну так поэтому то есть из братьев был младший ну я честно скажу да это мне наверно это район то это не славился хорошим таким хорошая обстановка да да там спивались наркоманов было много если бы не спорт занятия спортом я бы наверно тоже поэтому я тебя очень благодарен что когда все ребята пошли заниматься кто говорит боксом занимаюсь кто-то плаванием говорит пошли посмотришь как так мы занимаемся я помню и первый раз пришел еще ковры были не такие кожаные а были такие еще на пружинах такие тряпочные были покрытия да 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 помню на них зашел там такие ребята мускулистые такие красивые такие думаю вот это да так захотелось таким быть внутренним пришел как ты еще маленький и третьем классе ну и второй он говорит приходи на встречу но я все равно приходил с теми ребятами сидел и смотрел как они тренируются вот это увлечение мне казалось во всю жизнь ну получается ты четырехкратный чемпион Киргизской СССР победитель Кубка Средней Азии Казахстана насколько я знаю призер первенства профсоюзов да а норматив а норматив мастера спорта СССР на каких стартах выполнил были соревнования ЦССР Центрального совета Спартак надо было туда попасть в пятерку и вот я еще будучи только десятым класс заканчивал ну в смысле закончил один десятый класс вот я там занял четвертое место и это было перед молодежными играми в восемьдесят втором году и выполнил мастер спорта это было мне восемнадцать лет ну в советское время было почетно занятие это выполнить мастер спорта СССР было очень трудно присваивали в Москве были серьезные соревнования ну тем более про то время же говорят стать олимпийским чемпионом было легче чем чемпионом Советского СССР про то время да была в то время конкуренция высокая была ну классическая борьба называлась тогда греко-римская была очень популярна не только там во всем постсоветском стране было пятнадцатьсот стран и все мы везде борьба была очень сильно развита то есть какой город не покажи там везде были свои борцы обширная такая была и расследование там и мордовской школы и татарской и савранской ну и башкиры не говорю про Кавказ Беларусь и Украина вообще была очень сильная держава в борьбе и первые шестерки которые на Союзе они могли смело ехать на чемпионат мира и железно они в тройке начали а были такие борцы которые ни разу не выигрывали чемпионат Союза но были олимпийскими чемпионами это взять и командарма Джидов он выиграл олимпиаду в 88-м году и Ливон они не были чемпионами но зато они на международных турнирах боролись очень здорово и этим они доказывали по окончании школы ты призвался в ряды вооруженных сил СССР и насколько я знаю попал в спорт рот да после как закончил 10 классов у меня был выбор учился я неплохо очень хорошо и у меня что-то физкультурное образование она говорит непрестижное давай поступай в другой вуз а родители говорили в сельхозинститут поступал и не добрал полбала специально наверное не добрал полбала не добрал и мне тренер говорит ты давай дурака не валяй давай период физкультурный говорит и тогда можно было с этими баллами прийти в физкультуру я перешел на заочное на заочное отделение я говорю давайте на заочное на заочное и получается служил в спорт роте и учился заочно я не потерял два года это хорошо и так я проучился пять лет и закончил ну наверное мало кто знает по окончании срочной службы ты еще остался служить в качестве прапорщика ну тогда наверное хлебное место было нет нет возможность была и тренер говорит что ты будешь говорит пока бус не закончил лучше говорит оставайся говорит будешь за вооруженные силы бороться и вооружен и говорит заодно говорит зарплата будет а так я другого выхода не видел куда идти а поэтому я остался я считаю это правильно там нормально тренировались и зарплата была достойная я как раз и женился там 22 года это очень рано и поэтому меня было очень важно конечно семью кормить как бы сдать ну и это время было очень здорово я не жалею что так ну еще участь по моему физкультурном ты частенько выезжал на Иссыкуль воспитателем да тоже подрабатывал ну летнее время когда бывает зимосезонье или что мы у меня друзья тренируем молодыми что здесь в городе в жару здесь что находиться мне там заодно чтобы поддержать свою спортивную форму и уезжали на Иссыкуль устраивались там плав руками физкультурками или воспитателями там пионерских лагеря и заодно и здорово время проводили в смысле тренировались и заодно и кажется семью обеспечивали да тренировались и время проводили и за свою спортивную форму следили и заодно детей там общение было очень интересно в то же время пионерские лагеря уже было здорово да было вообще замечательно а во сколько Миромбек завершил спортивную карьеру и почему? по-моему травма да да очень сильно тромил руку руку над мещелок сломался и где-то года полтора восстанавливался и она все равно сказывалась операцию сделали но она не такая получилась что рука все равно до конца не разгибалась где там пламя была и выбора я помню лучше уже институт как раз заканчивал и заодно и там уже такое я смотрел перспективы уже такое не было очень чтобы что-то нужно было лучше я думал заняться действительно работой посвятить себя тренерской работе наверное было правильно что так поступил ну Мирамбек насколько я знаю прежде чем всерьез заняться тренерской работой ты проделал огромную работу по обеспечению населения Кыргызстана джинсами из Китая свитерами из Индии запчастями из Эмиратов как ты вообще стал коммерсантом да знаете там же наступили 90-е года 90-е 90-е говорят помните да зарплату перевели на суммы зарплата тогда была и когда перевели это было вообще даже смешно говорить у меня 20 суммов было то ли там 22 23 суммы вы потом представьте ну как прожить и трое детей обеспечить тем более на шеи старые родители уже один я основные что у меня оставалось сделать и хорошо я как раз вот было популярно ездить за рубежку водить товары ну давайте хорошо у меня друзья помогли и делали изогрампаспорт и все короче все и вот в это время но я при этом никогда не бросал свою работу я и работал и походу как говорится покрутился как мог лишь бы семья и родные как говорится не бедствовали и как бы поддержать поэтому это вынужденная была мера и я думаю и каждый через это прошел поэтому я не жалею что это тоже время пришлось пережить он брал самого опыта в том плане что самое главное чтобы рядом тебя окружали родные и близкие они были обеспечены и знали что ничем не нуждались потому что ты не можешь делать свою работу хорошо когда знаешь что дома нечего кушать нечего покушать не можешь обеспечить какова это работа это только нервотрепка поэтому то что вот эти 90 годы так прошли я считаю при этом я говорю я не бросался в работу все время так же продолжал но тем не менее Мейрамбек когда вопрос стал коммерция бизнес или тренерская работа ты выбрал тренерскую работу почему знаете я понял тогда что всех денег во первых не заработаешь потому что сколько смотрите вот все все которые за деньгами гоняются они не живут для себя они себе не принадлежат все время деньги денег нет поэтому я лучше предпочел любимому делу любимому дать знаете со своими любимыми учениками у меня у меня у меня действительно потому что такие таланты есть и когда приходишь зал и я там отдыхаю я чувствую что это может чувствую что это мое знаете поэтому поэтому я выбрал как бы ни было я лучше буду тренером заниматься своим любимым делом этим я и жил и до сих пор даже супруге говорю ты правильно сделал что остался и посвятил себя этой работе я я знаю ты практически через я не знаю там полчаса глядя на пацана можешь определить получится с него что-то или нет как ты это делаешь или это секрет да нет я знаете какой-то внутренний голос мне говорит что вот в нем что-то есть ну этом помогает конечно и внешний облик конечно это глаза членника его действительно взгляд такой знаете видно что у него умный взгляд более такой как бы сосредоточенный действительно он хочет но самое главное знаете я могу где-то и ошибиться это не все но из ста процентов здесь брать но может быть процентов 70-80 я могу попасть в конечку ну ты говорит говоришь на внешний засмотришь на а то ты подумал когда в первый раз увидел допустим Арсена Иралиева его в интернат не хотели брать он 24 килограмма был вот это такое там 28-29 килограмм много ребят было таких прошло которые он был совсем маленький 24 даже во время экзаменов ему не было соперников с кем он мог даже побороться или что поэтому тоже еще молекулы он обижался конечно но как его не хотела я смотрю у него глаза такие большие смотрю у него слезы накатились я почувствовал что у него действительно большой дух какой-то он действительно очень любит хочет быть чемпионом я говорю все его возьму пришлось за это мне идти к врачу они дали не допуск типа он не развитый больной ребенок я говорю как больной я сам взял карточку говорю анализы у него хорошие говорю психика нормальная как он может быть если он вырос на тем более 90 чай хлеб чай хлеб многодетной семьи откуда у него может быть такое он здесь будет поправиться буквально через год он там сразу по вес вырос у него нормально еще раз это послужило доказательством того что сможешь определить сразу получится или нет какой-то знаешь какое-то чутье внутреннее говорит о том что действительно вот с этого можешь ошибиться в том что настолько трудолюбивый или нет а в его силе духа вот в чувствительности вот таких факторов всегда вроде угадывая попадала просто тяжело иногда определить он очень трудолюбивый или не очень это очень важно бывает все есть он не хочет трудиться такие ребята они нами со своим талантом остаются на месте как бы не так быстро растут поэтому когда очень талантливый ученик это нужен очень хороший чтобы он был очень трудолюбивый тогда он быстро растет у него видно что с каждым годом прогрессирует ну насколько я знаю канатберг же бегалеев был талантливым ученик он но как-то вот еще раз факт никто не знает но я знаю просто что несмотря на все это он оставался еще после тренировок сам там тренировался и ты его выгонял из зала домой я вот так знаете он поступал в интернет что было интересно к нам в колледж когда поступал он не прошел оказывается я его там не видел просто мне сказал он не ко мне а привел к другому тренеру и сказал а тот посмотрел сказал да он сырой с него ничего не выйдет и его не взяли потом проходит какое-то время и на соревнованиях на турнире своего брата я первый турнир проводил и смотрю у меня мальчик плачет борцовки полные такие борцовки полные зашитые такие смотрю сидит плачет я говорю чего плачешь проиграл говорит я я говорю ну почему тренер позвал полросов я говорю давай осенью приведи под Новый год он будет чемпионом мира вот ему было вес 36 килограмм физически был слабый но желание стремление трудолюбие было огромное за счет этого он и достиг таких результатов но это уже было немного позже а вот когда впервые как бы пришел твой тренерский успех вот что можно назвать первым тренерским успехом знаете ну первым ну таким в советское время у меня был ученик хороший он таким не был особенно одарен это имя джаманкулов но был очень знаете такой серьезный дисциплинированный любеевый хоть не было такого но он всегда старался хоть как медведь неуклюжий был такой старательный уже был вот его первый успех когда он был стал чемпионом СССР среди училища бискорезера вот это первый мой успех это был где-то девяносто 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 год девяносто год восемьдесят девятых девяносто год восемьдесят лет на международной арене это по-моему уже в конце девяносто да? твои ученики уже да тогда у меня там чемпионом Азии там молодежи стал Александр Марлис стал бронзовым это был девяносто девятый девяносто девятый год да? и я в колледж пришел девяносто третьем году в начале угу вот буквально там за шесть лет вот девяностое вообще не было набора было очень тяжело сделать это сейчас в то время по-моему футболисты были да? тяжело атлеты или вообще плохо приходил только на вольную борьбу так более-менее угу но вообще было очень плохо потому что тяжелые времена были мы сами ходили кто там если там когда вольный борьбу не проходил мы его убрали а сейчас у нас как Гарвард стал ну да двенадцать двенадцать человек надо вместо вообще невозможно поступить угу в двухтысячном да по-моему или в 2001 ты был назначен старшим тренером юниорской сборной да да в 2001 году и вот что старшие тренера команд что главные тренера сборной то есть тренера практически постоянно находятся то на сборах то на соревнованиях тебе также в качестве старшего тренера юниорской сборной приходилось ездить и туда и туда и на соревнованиях и на сборы как дома к этому относились ну в то время таких особенно много сборов не давали потому что тяжело было с финансами в основном перед чемпионатом Азии там сами органировали два сбора где-то и перед чемпионатом мира там собирались в основном проводили либо в Канте либо на Иссыкуле то есть таких условий как сейчас не было и питание было вообще ребята полуголодные даже их нагружать боялся потому что питание слабое они не восстанавливаются поэтому было очень тяжело ну а куда деваться это время такое было ну насколько знаю старшие главные тренера ищут там друзей знакомых привозят дополнительное питание ну это в основном взрослую было так а на молодежи еще тяжелее конечно бывало так что даже деньги вовремя не давали всегда ездили за свой счет приказ сделают мы за свой счет едем потом только деньги рассчитывали на так много было я помню видимо вот поэтому да у нас очень много допустим чемпионов Азии среди кадетов там за 30 или под 40 чемпионов Азии по юниорам уже меньше а чемпионов Азии по взрослым всего можно сказать считанные единицы там 12 человек видимо поэтому вот не доходят от кадетов до взрослых наверное ввиду вот этих причин бросают спорт не я думаю еще сама система классификации правильно поменять чтобы ребята почему ездили на Азию потому что в то время тот чемпион Азии хорошую стипендию давали поэтому все старались выступить и там завоять медали получать хотя бы стипендию один год сейчас у нас что чемпионат Азии что чемпионат мира одинаковая стипендия например чемпион по Азии стал например я говорю так получаю по кадетам 30 тысяч чемпиону мира тоже 30 тысяч второй там 20 третий 10 тысяч я говорю так получай чемпионат Азии чемпионат мира это же разные вещи разные разные чемпионат Азии одна сумма чемпионат мира другая сумма и он должен быть заинтересован поехать на чемпионат мира сипендия больше будет и тогда будет я думаю по-другому будет подход или у нас например чемпионат Азии я думаю чтобы было все правильно надо от чемпионата республики отталкиваться стипендии давать от чемпионата республики и тогда ребята не будут в Азию или мир он сразу сильнейший скажет я республику он выиграл уже стипенд заработал он скажет я поеду на чемпионат мира и будет готовиться а у нас чемпионат республики не дают в других странах везде дают в России и в Казахстане от чемпионата республики отталкиваться поэтому они сильнейший едет у них на мир порой там ну просто кто не знает надо сказать объяснить ситуацию надо давать просто у нас как бы чемпионы республики выбирают куда ехать на Азию или на мир поэтому частенько выбирают Азию потому что легче выиграть да и стать на стипендию и получается на мир едет не сильнейший кстати в Казахстане по-моему такая же ситуация не 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 у них зато от чемпионата республики дают стипендию стипендию а уже да поэтому поэтому сильнейший едет на мир у нас надо тоже так делать это же будет правильно почему чемпионата республики не давать потому что у нас взрослые одна сумма юниоры другая кадеты другая но он должен получать он стал чемпионом своей страны ну в принципе да говорят давай езжай на мире на Азию ну конечно он поедет на Азию знаем что он железный дать заводит хоть целый год будет получать не ну просто если будут давать стипендию от чемпионата страны по-моему статус вырастет самого чемпионата да да статус вырастет и действительно и борьба вырастет вот в чем дело конкуренция вырастет да 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 потому что все будут хотеть именно на республике бороться да многие ребята сейчас тренируются у них даже на проезд денег нету они вынуждены там родители там помогают а потому что это уже взрослые есть взрослые ребята которые ничто ни копейки не помогают получают взрослые есть но они тренируются хотят кем-то быть но если их не будет сборной они же создают какую-то конкуренцию какую-то спарринг партнер они на этом растут а если они не будут тренироваться получается наши залы будут пустые и кто будет тренироваться это правильный подход а взрослые там одна сумма потому что взрослый он уже считает если у нас здесь взрослый человек и он стал чемпионом или призем республики ему ничто не платит ну хотя бы минимальное должно быть чтоб он должен получать то же самое и по молодежи и тогда они будут действительно что я стал чемпионом принесет мы же когда сами боролись мы в восьмом классе и семем классе нам талоны давали тридцать рубль в день это было двадцать семь двадцать шесть рублей в месяц представляете какие деньги а пойдешь в столовую на рубль ты первое второе поешь и еще задачи давали ну я тоже получил талоны мы учились в седьмом восьмом классе учились в седьмом даже если там в десятом классе уже по два пятьдесят потом по четыре восемьдесят получали представляете четыре восемьдесят взрослые это же как зарплата была на заводе инженеры сто двадцать рублей получали а сейчас он становится и ничего не платит это неправильный подход я считаю это должно тогда будет правильно совсем другое отношение будет действительно просто надо там подумать как это сделать как есть сумма и там чтобы грамотно было взрослые чтобы одинаково не может взрослые кадеты потому что кадеты они только начинают чтобы прийти взрослым взрослым должно быть совсем другая молодежь другая потому что многие по этому бросают показали по юношам бросили они даже до взрослых не дошли никакой одной пользы не было поэтому такой момент есть ясно так идем дальше первый твой как бы ученик принесший медаль чемпионата мира 2006 год Канадбек Бегалеев приносит первую серебряную медаль в истории Кыргызстана по греко-римской борьбе я не помню ну по-моему ты не ездил да на тот чемпионат мира я судил этот чемпионат а ты в качестве судил да боролся здорово конечно тот чемпионат мира для меня он там чемпион мира потому что выигрывая 4-0 за 17 секунд проиграть 5-4 это трагедия я таких схваток почти не видел много были такие но не такие бывали в равной схватке там и на последней секунде уступил таких много было но чтобы выигрывать и за 4 и за 4 балла вести и за 17 отдать 5 баллов трагичная схватка была по моему даже всех сильнейших проиграл китайцев по моему даже журналисты говорили что это самая такая одна из схваток в истории которая трагично так закончилась а так он боролся конечно если я рядом был может быть да ну вот что интересно канат проиграл китайцу китаец стал первым чемпионом мира в истории Китая канат уступил французу на олимпийских играх француз стал первым французом в истории Франции чемпионом олимпийских игр такая оттуда ну зато канат тоже первый серебряный призер чемпионата мира даже с пост-советского он во время первых серебряный и олимпийские игры и после олимпийских призер ну вот тогда сейчас ситуация получше в то время как бы личным тренерам трудно было выехать на какие-то чемпионаты мира, и даже на Азию не все ездили. Вообще, как болеет тренер, когда он дома, а его ученик борется там? Я думаю, это неправильно, что тренер остается, а ученики особенно. Я не об этом. Было же, что ты смотришь по телевизору, как ты болеешь на него. Когда смотришь по телевизору, это было совсем... Поэтому старался всегда быть рядом, старался, мол, поехать. Потому что вот Канад боролся на Афинской Олимпиаде, думал, когда ему 20 лет, как он боролся красиво. Проиграл буквально юранцу, который боролся за медаль. По идее, если бы в наше время, сейчас, я думаю, считай, схватку выиграл бы, потому что два раза броски делает, не считают, типа, ноги были, а я говорю, так бы я посмотрел по времену, и тогда мог только сдать. Но это не случайно, что он стал серебряным чемпионатом мира и на Олимпиаде. Это было видно, что... И когда я даже ехал, мне с Сашей поехать с ним... Кстати, вот я сейчас расскажу просто Олимпийские игры в Пекине, 2008 год. Мейрамбек едет в Пекин, сейчас расскажет, как он, благодаря кому поехал. Но я просто хочу сказать, что Мейрамбек спал в коридоре на кушетке. Ну, был интересный момент, я как раз ехал и говорит, пришел Олимпийский комитет, говорят, да, вот все закрыто, уже все, регистрацию не делают, мы тебе ничем помочь не можем. Но я думаю, это Олимпийский, я уже просто себя винил, когда я в Афину не поехал. Я думаю, ну, сюда я все сделаю, чтобы поехать. И когда министр спорта у нас был, Саша Войнов, я прихожу уже, Саша говорит, как это так? Я поеду, говорю, медаль будет. Он говорит, ну, как будет, ты как можешь? Я просто говорю, я статистику знаю, его знаю, Фанат. Там есть пять борцов, которыми он бойится на равных, то есть на равных, пятьдесят на равных. Может быть, но пять борцов. Неужели из пяти борцов этих он не может в четверку попасть, уже это бронзовая медаль. Поэтому я говорю, он будет. Он говорит, посидел, говорит, все, давай, говорит, тогда, я тебе визу открою, билет куплю, а там ты сам как устроишься. Я обрадовался, говорю, все, все, конечно, сам пошел в посольство, уже весь китайское посольство закрыто, в связи с Олимпийскими играми никому не открывали. Но благодаря тому, что я еду на Олимпийские игры, письмо было, мне визу дали, и почему я поехал. Первые дни спали в полицейском участке, два дня спали. Мельца Трумбаев дал какие-то телефоны знакомых полицейских, они нас разместили у себя в участке, там, двухъярусные, в дежурной комнате, два дня там спали. Ну, как-то надо попасть же на Олимпиаду к ребятам ближе. Динарбегов позвонил, говорит, что, пойдемте, говорит, телефоны у них есть, мы звоним в Олимпийской деревне, выходите, Тюминбай, Руслан, канаты, давай, беджик принеси, он приносит канаты, беджики, одевай, и прохожу через этот проверочный пункт, там, ну, там было попроще, сейчас уже по-другому уже стало, сейчас не пройдешь, а раньше было просто лишь бы, что было раз, пока что там автомат, зеленый свет загорается, все нормально, так прошли деревню, там, живем, жить негде, говорит, мест нету, что делать, мест нету, ну, хорошо, бактываль насырна, бактываль, медкабинеты у нее, ты мне дай, я хоть здесь буду спать, все, все, доставлено, она мне пришла, и я на кушетке, там, где массаж делай, на ней спал, три дня спал, потом, когда отбылся, не до сна, все успешно получилось, все были довольны, рады, и Саша, в том числе, спасибо, конечно, поддержал, огромное дело сделал, и, как говорится, а когда уже медаль зауверили, и место нашлось, сразу же, да, и спал нормально, ну, просто это неправильно, тренер должен всегда быть, если хотят, чтобы был результат, должны выезжать в странную социальную череду, Верненбек, вот тебя неоднократно приглашал работать в Казахстан, известный многим, Даулет Турлуханов, который в настоящее время возглавляет объединенный мир борьбы Азия, почему ты не принял столь заманчивое предложение? Да, были моменты, да, и дом, и квартиру предлагали, но лишь бы переехать туда, работать, но, знаете, то, что я, наверное, здесь родился, и здесь мое место, здесь мое, как бы, все родные, любимые, близкие, друзья, родные, все здесь, и, предать своих учеников, и уехать, ради, я думаю, я правильно сделал, что не уехал, потому что, я вот считаю по-своему, что человек должен, там, где родился, там, где сгодился, я думаю, потому что там тоже бы, может быть, конечно, и там бы воспитал, но, здесь, здесь все свое, родное, с детства знаю, и то, что, как раз тогда ученики хорошие, только, только вот-вот на Олимпиаде, когда, только я знал, что будет, арсизм, глюкзак, халабек, лошабеков, действительно, олимпийские ребята, я знал, что они друг за другом идут, я думаю, не-не-не, я должен до своей заветной цели дойти, и воспитать чемпионов мира, олимпийских, у меня всегда была вот эта мечта, потому что, когда я еще советском, я приходил в зал, и смотрел, как тренируется сборная команда взрослых, и тогда я смотрел на Александра, Александра Ремезова, потом Денис Биббой, я смотрел, какие там ребята, вот чемпион Союза, тот чемпион Соколов, чемпион мира среди юношей, Мишу Долову, вот такие звезды, я думаю, неужели так можно как-то воспитать, я думаю, раз они воспитывают, почему бы нам нет, и потом как-то был момент, мой тренер, нефейл Владимир Покопович, он всегда говорил, человек, который занимается своим любимым делом, он всегда достигнет успеха, если делаешь это все с душой, с открытым сердцем, оно у тебя получится, он всегда говорил, что у себя получится хороший тренер, потому что он такой, у тебя характер такой, ты сам такой, говорит, целеустремленный, я думаю, у тебя получится, и главное, старайся, я помню это его слова, поэтому, как бы, когда, к этому шел всегда эти слова, как бы, здесь, себе, действительно так, человек, который, если не любит свою работу, как это, вот, ну, как ты работаешь, ты не любишь свою работу, как ты можешь там достигнуть, правильно, это счастье, когда, говоришь же, идешь на работу, и домой идешь, вот этот счастливый человек, а потом идешь. Иран Гек, в 2012 году, по-моему, тебе присвоили статус рейсерии олимпийской категории, да, 2012 год был, с этого момента тебе нужно было и обслуживать различные чемпионаты Азии, Европы, мира, и тренировать ребят, и выезжать на судейство, как ты с этим справлялся? Да, тогда, помните, в 90-х, когда очень было тяжело с финансами, и чтобы быть в кругу всех событий, вы знаете, чтобы идти со временем в ногу, я другого выхода не видел, что, чтобы выезжать, надо либо быть бывшим тренером, либо ты должен хотя бы президент федерации, наверное, или судья, без судей, значит, нельзя, потому что штраф придет, поэтому я пошел в судьи, ну, судейство, то есть, с одной стороны, она, знаете, помогает тренерской работе, потому что там смотришь ошибки со стороны судьи, оцениваешь, вот если он там будет так бороться, что судья его накажет за... Там тоже много нюансов, да? ему вот, и учишь на этом, смотри, вот так будешь делать, тебя за это по головке не погладят, если будешь наказан, имей в виду, и это тоже мне осталось, и с одной стороны, всегда тактику можно было поменять, всегда, кажется, подсказать в этих моментах, поэтому я не жалею, и дошел, как говорится, от самого начала, и до конца, и даже без игр отслужил чемпионат мира. Вообще сколько чемпионатов Азии и мира отсудил, не помнишь? Я знаю, что 5 азиатских игр, знаете, если азиатские игры год, 4 года раз, умножьте это на 4, 5, где-то 20, где-то около 30 чемпионатов Азии, не считая там чемпионатов мира по молодежи, по юношам, причем то самое, то самое трудное в судействе. Это же тоже работа такая нелегкая, давление откуда-то, наверное, есть. Я думаю, знаете, чтобы быть хорошим судей, ты должен быть, во-первых, грамотным, хорошим, эрудированным человеком должен быть, грамотным должен быть, не может быть неграмотным там такой высококлассным судей быть, знаете, потому что там сразу видно, если он грамотный или неизграмотный, там сразу далеко не пойдет, поэтому там быстро, даже своя среда судейская, они сразу это раскусят его и сразу близко он даже в эту код не попадет никогда. Ну, просто я знаю, есть судьи, которые даже не боролись, чисто теоретики. Да, есть такие были, но с них тоже неплохие были, все равно они, но они как бы любили этот вид спорта, пусть даже не боролись, но все время как бы... Ну, в теме так были, Да, например, такой тренер есть, он до сих пор работает, Саркисян, столько воспитал алимпсичемпионов, чемпионов мира, а он был инженер-строитель, сам не боролся, он просто любил этот вид спорта и посвятил себя. Сейчас до сих пор работает в Москве, в олимпийской деревне. И судьи такие же были, и зубняки, и телеведущие были. То есть, в этом ничего страшного нет, да? В основном, ну, эти, которые судьи, но они все равно при федерации всегда приходят внутренне соревнования обслуживать, то есть, колоссальный опыт, они не скажут, что они никогда не боролись. Даже вот сейчас наши там, многие там инструкторы, не все боролись они, но они грамотные, эруденные люди, которые действительно все время над собой работают, и поэтому тоже выросли. В этом ничего плохого нету. Ну, я говорю, если бы там случайный человек какой-то попадется, здесь он все равно там долго не продержится, сразу его уберут. Ну, Миробек, ты обслуживал Олимпийские игры в Токио, там же боролся твой ученик, Акжол Махмудов. Насколько я понимаю, видеться вы не могли, так как судьи живут отдельно в гостиницу, спортсменов не видят. Как вы общались? Подсказывал ему что-то как-то? По телефону, там же был ковид, из-за ковида, из-за этого контакта, чтобы ограничить вот этот общение, ограничить общение и контакта между спортсменами, чтобы мало было. Поэтому даже зрительские трибуны были, почти не было же, но зрительские были, в основном участники, но не так, как обычно на Олимпийских играх. Вот сейчас, например, в Париже полные, там, пяти-семитысячные залы. А в то время было вот только участники мои, и поэтому все время в масках, все, только по телефону что-то мог сказать. Ну, я там, честно сказать, не сомневался, что Акджел так выступит. Я был, не скажу, что стопроцентно уверен, но я знал, что в тройке будет. Нет, что он нацелен на результат, а он все сделает, чтобы единственное, что в конце я немного, когда он вышел в финал, я уже через это проходил, когда Канат вышел в финал, то есть они одинаково с собой они стали как бы довольны, что они вышли в финал, что они уже достигли и успокоились. И успокоились. Такая же идентичная ситуация, что Канат вышел в финал, хотя мог и Франк Лузо выиграть. Янджел Лузо тоже вышел и уже расслабился. Ну, насчет... Венгра его боится, не хочет бороться, Акджел не борется. Как можно было это... Насчет Канат на Миромбек не знаю, но Акджел мне сказал, когда я в финал вышел, я уже понял, что медаль висит. Вот как ты говоришь. Я почувствовал, что он по борьбе, по его стремлению. Тогда он выходил, когда я боролся, а здесь он вышел, что-то смотрел, такой доволен. Второе место. Ну, это... Ну, я думаю, от этого, если он хочет Олимпийский чемпионов быть, уже он понял, наверное. карьеру судейскую Миромбек ты завершил после Олимпийских игр на чемпионате мира в Осло, да, в Норвегии. Последний раз отсудил. О чем ты думал, прощаясь с ковром? Знаете, тот момент тоже... Тяжелый момент, да? Да, знаете, это всю жизнь, столько лет судил, как бы, столько там друзей, бок о бок, вместе, столько... Судейская, знаете, это тоже своя семья при Объединенном мире борьбе Рашфила была. Это тоже свой определенный какой-то круг, который только судьи и только судьи друг друга понимают. Вот тот момент, как будто у меня как будто это отняли и слезы на глазах. Тяжелый момент был, потому что столько родных, близких там, таких людей дорогих, которыми действительно хорошие там люди со всего мира собрались, действительно, которые представляют свою страну и столько лет с ними общались и жили как одной семьей, и здесь приходится прощаться с ними. Это уже тяжелый момент. Мы сейчас как бы привык, но все равно дело продолжают, он новых своих судей подготовил, сейчас сын судит. Я думаю, в этом и заключается, что человек после себя должен продолжить те династии, те же традиции, чтобы они сохранились и даже их приумножить. А так действительно, то есть представьте вот с самого начала до конца пройти этот путь и прощаться сложно, конечно, но он даже какой бы ни был другой профессии, если ты прощаешься с тем коллективом, которым ты сто лет отдал, это же тяжелый момент, не каждый сопереживает, в душе это относится, но ничего вечного нет, к этому относиться надо философски, ты воспитал четыре чемпиона Азии, призера мира и двухкратного чемпиона мира, двух призеров олимпийских игр, как ты считаешь, жизнь удалась? Жизнь? Ну, я, конечно, дрей, жизнь не жалуюсь, действительно, благосклонна к одел не завоевал золото, конечно, в этом году в Париже, но стал двукратным олимпийским призером и двукратным чемпионом мира, азиатские игры, чемпионом Азии, ну, все соревнования почти, конечно, охота в качестве тренера себя почувствовать, что олимпийским чемпионом был, олимпийский чемпионом, это же новая вершина и как внутри это ты это чувство еще же получается я не ощутил, когда чемпионом мира стал, я думал, когда же чемпионом мира неужели можем воспитать, когда вас чемпионом мира это было нечто, нечто такое, знаете, ну, когда все по порядку, конечно, с чемпионом Азии все начиналось, когда и когда чемпионат мира играл, это вообще фантастический результат, это только тот, кто понимает борьбу, это знает и может сказать олимпийским, ну, получилось, не получилось, то есть еще стимул есть работает, в том плане, что и Ауджелу, я думаю, будет стремиться что-то значит быть серебром, что-то значит бронзовым, а золото тоже не ощутил, я думал, он тоже хочет это чувство ощутить, я думаю, он все отдаст, чтобы к этому прийти, но даже если не получится, я думаю, зато он будет внутри морально сам удовлетворен, то есть он все делал, чтобы стать тоже, нельзя останавливаться на половине пути, или не на стену там каком-то, надо все от него зависит, все как будет к этому идти, это очень важный момент, поэтому мы должны прекрасно понимать, какие были ошибки перед токи, все ошибки перед Парижем, вот это все убрать, и тогда только если будет поэтому мы должны все понимать, и все ошибки эти в преть повторять, работая в республиканском спортивном колледже, у тебя с утра группы, вечером группы, выходных практически нет, ты живешь там в зале, но если вот время появляется немного свободного, как ты отдыхаешь? Ну, то, что мы на рыбалку с тобой ездим, все знают, а вообще как ты отдыхаешь? В основном дома в семье или со своими любимыми учениками пообедаем, посидим, пообщаемся, я думаю, а так в основном семья мой надежный тыл, супруга, дети, внуки. А мы по выходным внуки дома. Поэтому знаете, когда дома хорошо, в душе спокойно, все хорошо, значит, вот на работе будет хорошо, то есть душевное спокойствие должно во всем быть, или какая-то знать, аура какая внутренняя, благоприятная. Не может человек думать, там, какая-то проблема гложет, и он хочет чему-то притянуть, но не получится, потому что он живет, у него какие-то проблемы там, он об этом думает там, или там родным человеком что-то случилось, или там ученик что-то случилось, он все время думает и хочет переключиться на другое, так не получится. Поэтому надо, чтобы все получалось, еще все сделать так, чтобы этого не произошло. Насколько я понял, все идет от семьи. Если в семье будет все хорошо, будет, значит, и в остальных делах все хорошо. Значит, значит. Да, потому что еще человек, не знаю, может, я сам такой, знаете, больше не о себе думаешь, а больше, наверное, родных, близких больше. Больше, наверное, это не я так хочу, я думаю, это сверху так предначертано, что ты должен делать и не забывать и делать. Я думаю, человек не может только для себя жить. Некоторые же говорят, живи для себя и кайфуй. Я думаю, это неправильно. Жить надо для себя, для своих близких, для своих родных, со своих детей, со своих внуков, почему бы для них есть возможность жить. Какие планы на ближайший четырехлетний цикл? Четыре года у нас на Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Да, прекрасно. Знаете, когда Олимпиады заканчиваются, какой-то затишье наступает. Да, все небольшое. Да, все-таки четырех. До Нового года. Как страна ждала эти игры, смотрели, как радовались. Это все-таки Олимпийские игры. Вообще, это праздник спорта. Это действительно потрясающе соревнования. Сейчас как бы затишье. Но этот год всегда надо делать правильно выводы. Отдохнуть надо, правильно восстановиться, подлечиться, себя привести в порядок. Я думаю, и не спеша готовиться к следующим Олимпиадским играм. От этого зависит. Посмотреть. Я думаю, сейчас самое главное на эти Олимпиады чтобы парень показать. Не надо форсировать посмотреть и все и совую категорию посмотреть и как с этим. Надо немножко не надо поставить. человек не может постоянно напряжение держать. Давай, давай, давай. Он же не машина, человек. Поэтому надо дать отдохнуть и не форсировать. и может другой весовой поборемся. А ближе к Олимпиаде опять. У каждого человека, спортсмена есть свой запас ресурсов. если если ты быстро израсход ты никогда не накопишь никогда опять его ты его можно если потратил например какой-то ресурс надо немного отдохнуть чтобы он немного восстановить правильно чтобы он опять этот ресурс накопил а когда ты его да нет этот ресурс сведешь к нулю сколько не тренируешь он уже опять не восполнится потому что ты самый основной вот этот основной его ресурс истратил здоровье все он уже никогда не восполнится поэтому за этим надо смотреть и особенно тренером много зависит этот момент многие увлекаются же веса сгонкой и там питанием или еще чего-нибудь вот это надо очень момент смотреть хорошо восстановление иногда хорошо отдохнуть лучше чем хорошо потренироваться сгонкой ну будем надеяться что все получится 4 года еще есть ну и в завершении нашего разговора наверное пару слов что хотелось бы пожелать ребятам, спортсменам, кыргызстанцам, любителям спорта. Спасибо, Тахир. Такую передачу, я сам первый раз вот именно это называется разговор, наверное, по душам, или больше, наверное, передачу назвать можно «Обратная сторона медали». Поэтому, потому что на лицевой всегда только спортсмен, а за этой медалью кто стоит? Нет, тренер стоит, врачи, родные люди. Поэтому приятно, что позволю передачу. И очень приятно в том плане я хотел бы сказать, что вот в этот год очень сильно многие болели, переживали. Да, я знаю, что многие увидели, что не так где-то боролся Ак-Джо, уставший был. Но поверьте, он все сделал, чтобы завоевать медаль. Это не просто так выйти и, как говорится, отбороться. Все, конечно, привыкли, что он ярко бороться. Я поэтому прошу за это извинение, что не получилось так, как мы хотели. Но я думаю, самое главное, за этим у нас наше желание было огромное, чтобы порадовать и завоевать золото. так было предначертанно. Я думаю, и он это понимает, и я это знаю. Поэтому не обижайтесь, что так получилось. И на нас не злитесь. И все сделаем, чтобы всегда порадовать всех наших любителей, болельщиков, кто за нас болел, переживает. мы только хотим, чтобы наш флаг развивался на мировой арене. Я думаю, и не только я, и все наши тренеры, и наши спортсмены то же самое хотят, чтобы так было. Правильно? Ну, я думаю, Миромбек настоящий любитель спорта, ценитель борьбы. И не надо объяснять, что выигрывает спортсмен, проигрывает. Мы все равно всегда с ними, всегда за них болеем, потому что тем более олимпийские игры это не чемпионат мира, это совсем другая атмосфера. 16 лучших борцов мира там. Вот это Юи Сусаки, которая 5 лет никому не проигрывалась. Как она радовалась бронзовой медали на Олимпиаде в Париже. Как она прыгала от счастья за бронзовую медаль. Просто некоторые говорят, да, типа золото там, любая медаль олимпийская, она на вес золота, я думаю. Да, мы же были сейчас везде, многие даже олимпийские чемпионы прошлого года даже не могли взять медаль. Понимаете, это очень тяжелый труд. Очень такие соревнования, очень сложные, очень такие психологически сложные, потому что грузы ответственности давят люди, наша страна ждет полка золота, это тоже, знаете, не каждый с этим справиться может. Поэтому ребятам было тяжело, то, что они показали. Действительно, но, как говорится, знаете, все равно, все равно какую-то историю сделали, не потрогать в руках эту медаль, а держать. Я ее тоже трогал. Дорогого стоит, действительно, не каждый этому, поэтому, кто знает, он это поймет, поэтому только могу сказать, что не будем остановиться, будем стремиться, конечно, дальше продолжить, порадовать. Ну, вот на такой оптимистичной ноте, что вы собираетесь дальше нас радовать со своими учениками. Спасибо, Миранбек. Вам спасибо, что пришел, приятно было пообщаться. Надеюсь, скоро увидимся. Да, почаще проводить такие, действительно, хорошая передача. Я думаю, многим понравится, нашим зрителям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова